Радио 54 Радио 54 Радио 54 Радио 54 Радио 54 По возрасту По внешним данным По комплекциям Многие женщины переживают Ограничений нет вообще никаких И на мой взгляд Восточный танец Он хорош именно тем Что танцевать может Война Любая девушка Любая женщина С любой фигурой Ну что, створит мы-то из слуха-то, да? Научим. Это, естественно, да, должно присутствовать, но это на самом деле все делается, все в процессе занятий приобретается. Есть у вас соучастницы в возрасте фестиваля? Есть, у нас есть номинация. Приклонным возрастом. Ну, как сказать, преклонным. Это звучит, Настя, как-то. Ну, бабулечки танцуют. Провокационно очень звучит. Ну, я не хочу никого обижать, но бабуси в платочках. Есть номинация Grand Senior, это для женщин старше 50 лет. Ну, как бы старше 50, естественно, верхней границы нет. Есть женщины, которые там 60, 65 и 70 там с небольшим лет танцуют и прекрасно себя на сцене чувствуют при этом. И на самом деле, вот лично я очень люблю смотреть на женщин старшего возраста выступающих. Они настолько с достоинством несут этот танец, они вот настолько проживают это на сцене эмоционально, настолько они душу в это вкладывают, что это вообще вот совершенно потрясающе. Получится и поучится. Да. Ну, мы можем увидеть их выступление на фестивале. Конечно. Хорошо. Музыкальные какие-то вариации восточного танца? Кроме направлений египетских. На каких инструментах? Инструментов множество, и композиций музыкальных тоже множество. Ну, например, нельзя же под какую-нибудь попсовую песню, там, под Диму Биланова танцевать в восточном танце. Правильно? Можно. Сейчас можно все. Как я уже говорила, танец, конечно, развивается. И сейчас очень популярное направление, особенно среди молодежи, стрит-шааби. То есть, шаби – это вообще народный танец. Вот то, что танцуют там на улицах, на дискотеках, то, что танцует молодежь. В Египте, да, если мы говорим о восточных танцах, стрит-шааби – это более как бы современная версия. И в стрит-шааби идет смешение Востока с разными современными направлениями. Это может быть там хип-хоп, вокинг, брейк, вок, вообще все что угодно. Все считается в восточный танц? Все что угодно. Ну, то есть, если делается микс, пусть там даже будет музыка какая-то восточная, там, не очень восточная. Если мы говорим о конкурсных выступлениях, то должно быть не менее 30% Востока. То есть, Востока может быть 30%, представляете, и 70% – это то, где вы можете вот дать волю своей фантазии, проявить себя вообще как угодно. То есть, 70% образа... и 30%... Я думаю, музыка там одинаковая. Да, примерно так. Но на вашем фестивале это какая-то отдельная номинация, да? То есть, это не классика, прям это другое. Конечно нет, но это, как я говорила, либо стрит-шаби, где идет смешение стилей, либо это фьюжн, где, может быть, и музыка даже совершенно невосточная, и движения могут быть совсем разные. Под скрипку, под аккордеон, под барабаны, под фортепиано, под все что угодно.